Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Сэмвеле Адемяне. Ребята, вы знаете, мне уже интересно, насколько эта многосерийка затянется с дверью, замком, ключом, котиком. Это все, мне кажется, будет продолжаться просто бесконечно. У Севки нет уже тем для роликов, поэтому и приходится вытягивать темы именно с комментариев. Куда же Севка денется без комментов? Интересно, как он ранее справлялся, когда комментарии были закрыты. Ну и дальше, конечно, я этот момент перекручиваю, потому что надоело тысячу первый раз слушать одно и то же. Следующее событие, Севка с молотком в руках грозится прибить картину. И вот там, когда мама держала гвоздик, чтобы Севка мог забить молоточком, потюкать в одной руке камера, в другой молоточек, мама, конечно, очень, в принципе, целесообразно отреагировала на то, что главное, чтобы не шандарахнули ей по пальцу. Яша, не хрюкай. Но не произошло трагедии, Севка забил гвоздик. Как забил, это уже другой вопрос. Но тут же стала тема продажи картины. Севка предлагает купить девочку, даму там какую-то нарисованную за 500 долларов. Мама вначале разыгрывала, типа, продам не продам, вам, ну не вам. Ну, короче, по итогу пришла к выводу, что продать готово. И здесь я с ней согласна. Тем более, когда эта девочка уже неоднократно преследовала мама. Ведь были случаи, когда девочка спускалась в картины, ходила, так сказать, вокруг ТВ, по квартире путешествовала и возвращалась обратно в картину. Поэтому лучше от таких моментов просто избавиться. Потому что так, лиха беда начала, можно и на дурке оказаться. Поэтому, кто интересуется данной картиной, за 500 долларов она ваша. Я не знаю, в моем понимании это очень дорого за девочку. Даже с учетом того, что они грозятся оставить собственные автографы. То есть, семья Дамян на память, да, с продажи этой картины. Думаю, кому нахрен нужны их автографы. Но они себя действительно менят, да, какими-то такими великими, что кому-то важно получить их автограф. А как же, наверное, Севка считает, что лет так через 100 его автограф будет стоить реальных денег. Ну а почему нет, ребята, все может быть. А ну-ка, вот представьте, да, биография первого главного фрика на ютубе. Через 100 лет, действительно, как основатель, да, основоположник, да, вот этого направления клоунады, вполне может быть, что этот автограф и будет стоить денег. Поэтому, куколки, не теряйтесь, срочно бегите, покупайте эту живопись. Ну и дальше, конечно же, зашел разговор опять за Надю. Надя моет кости постоянно и регулярно. Но Надя, ребята, походу к этому уже привыкшая. Вот представьте, да, из ролика в ролик тебя засирают, тебя унижают, тебя оскорбляют. Ты это спокойно хаваешь и продолжаешь звонить. Это тот случай, ребята, когда, да, вот такая дружба, вот такие отношения не стоят ни шиша. То есть, простите, но когда на тебе делают контент, когда тебя засирают по полной, а ты все равно продолжаешь с этими людьми взаимодействовать, возникает вопрос, кто больные, эти люди или ты? Походу, все-таки больна и так глубоко, конкретно и неизлечима именно Надя. Но теперь у нее есть железное основание звонить по поводу этого диетолога, этой девочки. Я так поняла, она попала в жуткое ДТП с ребенком. Ребенку там что-то, какие-то швы накладывали. Это ужасно, дай бог ребенку здоровья. Но факт остается фактом. А страдает ли Надя, переживает за кого-то? Нет. У нее есть просто железобетонный вот такой повод наяривать и изливать душу, как она переживает, где же делась ее девочка. Ну, а у мамки в этот момент, ребята, от страха за диетолога аж мороз по шкуре. Полным ходом вот так ее прямо аж пробирает конкретно. И вот думаю, перед кем ты играешь, перед кем ты фальшивишь. Где ТВ и где забота и переживания, какие-то волнения о близких, о чужих людях. Она о близких не волнуется и не переживает, а то она здесь будет волноваться за совершенно чужого и незнакомого для нее человека. Ну и дальше, ребята, опять-таки тема этого кольца. И мама рассказывает о том, что какое ваше собачье дело, кому я отдам это кольцо. Ребята, ну глупо было бы предполагать, что ТВ кому-то реально оторвет и отдаст от себя. Да, вот оторвет от себя и отдаст кольцо. Хотя вот что самое интересное, да, если разобраться. Вот хорошо, тебе предложили чужих людей на выбор. Ты предпочла подарить его Зине. Зина, естественно, в пользу тебя отказалась. Надька, даже не дождавшись предложения, уже заведомо отказалась. Отказалась, ну чтобы не выглядеть, наверное, так как-то примитивно, убого, да, когда тебя даже не рассматривают как кандидата на это кольцо. Ну вот интересно, ТВ оставила себе такое же второе кольцо. Вопрос весь в том, что у тебя по факту есть две внучки. Ладно, Ира, допустим, дочка, но почему не подарить кому-то из девочек это кольцо? Не подарить его дочке? Понятно, что оно недорогое, что никакой какой-то там конкретной ценности оно не имеет. Дешевые камушки, вес там не очень большой, но факт остается фактом. Презентуй его дочке. Но нет, мамка все, конечно же, как всегда тянет на свои корявые пальцы. Но к кольцу мы вернемся позже. Дальше поднялась тема вот этого успокоительного для кота, которое заглотнула мама. Ребята, вы знаете, больше всего меня поразило, что ТВ на самом деле даже не расстроилась, что ей сын подсунул, да, ну какое-то успокоительное для кошака с неизвестным составом. И опять-таки то, что, например, для себя приемлет животное, да, допустимо применять к животному не факт, что допустимо применять к человеку. Ребята, простите, но мы же, например, не едим, да, кошачий корм, жидкий там или сухой. Вот эти какие-то витаминки кошачьи, я не знаю, палочки вот эти кошачьи. Мы это ничего в пищу не употребляем. И здесь вот так, что типа ничего страшного не произошло от того, что мама ее заглотнула, меня поражает. Реакция мамы, вот это спокойствие, да, и безразличие, походу ей плевать, что переваривать. То же самое и сына. Ну и дальше, как всегда, конечно же, зачитка комментариев. Ну а куда без этого? Ведь мамку-то надо на керосине, да, вот конкретно разжечь вот этот накал страстей. Для чего? Для того, чтобы сразу несколько видосов подряд на этом и запилить. Севка не теряет времени. И вообще, чувак, ребята, вдумайтесь, который приезжает на самом деле не проведать свою маму, а приезжает конкретно запилить на ней контент. Камера включилась, да, вот мотор и пошла конкретная съемка. Но мама и этому рада, потому что по большому счету, если не будет приезжать Севка и снимать контент, то она вообще нахрен никому не нужна. Вот так и будет сидеть в одиночестве, но в лучшем случае будет Зинка прибегать. Ну и после комментариев, да, по поводу женитьбы Самвела, мама тут же перешла в атаку и начинает рассказывать, что как только она заводит Самвелом тему женитьбы, да, и женщины тут же начинаются у нее с Севкой скандалы. Конечно, начинается, ведь его уже рука и сердце принадлежит Коке. У него уже есть вот это вот, да, Николета-избранница. Поэтому, ну как другие там могут как-то конкурировать? И уж тем более, где там-то Надька и где там-то Маринка? Ну а дальше, ребята, то, что рассказала ТВ, меня повергло действительно в какой-то шок и ступор. И вот думаю, какими надо быть конченными, какими-то опущенными, ничтоженными, убогими, неуважающими себя, чтобы после этого выйти с ТВ на связь. Когда она четко, да, и конкретно сказала, что Марина, что Надя Самвелу не подходит. Он не старый парень и на мусорке свое достоинство не нашел, чтобы это брать. То есть вдумайтесь, она сказала им, что они две помойки. Вот реально старые две, да, раздолбанные, вонючие помойки. И он намного выше их не нашел себя на помойке, чтобы вот это подбирать. Фу, ребята, это занавес. Но зато я очень посмеялась и думаю, давайте, девочки, и дальше прогибайтесь. И передачки маме передавайте, и презенты, и колечки маме отдавайте, да. Отказывайтесь от них и презентуйте маме. Я не знаю, что вам еще сделать, чтобы ваши прогибы хоть как-то были засчитаны. И вот представьте, ну ладно, ребята, вот так растоптать Надьку. Для Надьки это даже не растопка, да, ее не растоптали, не унизили, не опустили в очередной раз ниже плинтуса. Почему? Потому что она к этому привыкла. Это ее естественное, нормальное состояние. Но Марина вся такая высокомерная, гонористая, знающая себе цену. И вот такие вот фразы в ее сторону. Вот умыла мамка конкретно, так умыла. А ответочки от Марины до сих пор, я так понимаю, и не последовало. Ну и дальше маме надоело читать комментарии. Она так и кричит, что типа Севка, хватит мне начитывать, что там написают. Конечно, как всегда, один бред пишут. Но когда маму критикуют, это бред. Когда пишут за Надю, за Сцитников, за Коки, за кого угодно, мама со всем этим соглашается. Но как только заходит речь о ней, там, конечно, все кретины, мудаки, дебилы, дураки, суки конченые и так далее, потому что именно обижают мамку. И мамка так и требует, чтобы Севка прекратил, но не тут-то было. Ребята, ну где Севка и где прекращение накала страстей? Конечно, этому не бывать. Мама, крепитесь! Ну и дальше зашел разговор по поводу того, как же на самом деле встретила с дальней дороги сына мама и как встретила Николета. Но мама объяснила, что Николета так и обязана встречать, в принципе, свою супружницу или супруга. Неважно почему. Потому что первая проживает на всем готовеньком. Второе, в его квартирке. Поэтому и должна встречать в чистоте и, конечно, с горячим ужином. Таким вот с пылу, с жару. Вот это Николета молодец. Ребята, вот эта жена заботливая, достойная, опекает, холит и лелеет. И поэтому мама понимает и плевать, что Николета мальчик. Самое главное, чтобы Севушке было комфортно. Ну и, конечно же, маме при этом при всем не напряжено. И при этом добавляет, что не хватало, чтобы было по-другому. Конечно, маме не хватало. Если было бы по-другому, это была бы плохая жена. Именно так и должно быть. Согласна с вами на 100%. Ну и дальше пошел разговор по поводу того, что вернулась Света. И теперь, наконец-то, откормит, накормит, закормит Адамяшек. Но мама тут же парировала и ответила, что Света и обязана, по большому счету, это делать. Первое, да, она кормит своих родственников. Это Самвела и Николету, да, вот эту семейную чету. А второе, пусть не забывает, что ее-то сынишка живет в квартирке у Севки. Но Севка пытается мамке объяснить, что уже Николета вернулась к себе. Ну а что, ребята, мы так и поверили. И вот что самое интересное, маму в этой ситуации, ребята, не напрягает ничего. Не напрягает, да, вот тот именно факт, что мальчик живет с мальчиком в одной комнате и спят в одной кроватке. То есть то, что для нормальных людей дикость и как-то неприемливо, непонятно, настораживает. Да, почему так? Маму это абсолютно не трогает. Самое главное, что волнует маму, что Света кормит не просто так, а Коки живет у Самвела. И то, что Коки обязан встречать в его квартире Севку в чистоте. Остальную маму, в принципе, не колышет. Просто молодец. Ну и далее, ребята, я так понимаю, что Коки заступает на новую должность. Теперь он официально будет в статусе директора ОСББ дома на Карла Маркса, там, где проживает Севка, где его квартира находится. Я не знаю, как по-новому называется Карла Маркса, но по-старому, да, Карла Маркса. Центр города, хотя Севка его отговаривал, но Коки непоколебим. Он именно в этом видит свое предназначение и карьерный рост. Ребята, ну представьте, вот Коки встречается с людьми, и ты кто? Я блогер, я студент, еще и директор ОСББ. Это вам не хухры-мухры, мелочь по карманам тырять. Ну и дальше, ребята, в тысячный раз пошли разговоры о Зининой днюхе. Походу, уже пять или шесть раз мамка повторила Севке, когда у нее день рождения. Но Севка до сих пор этого не помнит и каждый раз уточняет дату. Мама хотела Зине подарить хотя бы тысячу гривен и хороший букет цветов, но денег у нее нет. И поэтому просят Севку, так сказать, подсобить. Но Севка в очередной раз бабосы забывает маме передать. И вот здесь, да, начались разговоры по поводу того, что Севка всем постоянно дарит очень дорогие подарки, очень много всего, а все их принимают как должно. Ни у кого нет никакой благодарности, молча принимают и только один Коки. Искренне рад любому подарку, радуется как ребенок. Но действительно, почему бы Коки не радоваться? Второй момент, мама забывает, что Севка даря подарки, дарит их тем людям, которые участвуют в его контенте. Поэтому и принимают они эти подарки молча, да, как что-то естественное и нормальное. Плата, так сказать, за участие в его контенте. Но мамке, конечно, это невдомек. И, кстати, непонятно, вот Севка всем маме говорит, что Зине надо подарить хотя бы тысячу гривен. Но как-то очень дешево оценились Зину за все те заслуги и прогибы, которые она делает. Да, вот такие разные, мелкая пусть, но помощь оказывает его маме. Бегает там туда-сюда. Да, нападай, принеси, да, вот просто бегает на побегушках у ТВ. Дешево ее оценили. Что-то Севка, вот знаете, кому-то готов дарить много, а здесь вот такая какая-то, ну, дешевость. Просто дешевость. Поэтому Севка, подымай срочно, ценник. Ну и следующий ролик, ребята, мама, как всегда, возвращается к теме Нади. Мама считает, что Надя очень брехливая, очень наглая, отмороженная. Лезет туда, куда ее не надо, хочет знать все абсолютно, что происходит в семье Адамянов. Вот как родной человек, но забывает свое место и забывает, что она навсегда останется им чужим человеком. Поэтому мама считает мега навязчивой Надю. Марина вообще сомневается, есть ли диетолог и не мутит ли что-то Надя. Но вот конкуренция действительно продолжается. Ну и здесь, ребята, произошло чудо. В этом ролике Севка мамки возвращает кольцо, которое было якобы безнадежно потеряно. Здесь оно наконец-то найдено. И вот оно, ура, чудо произошло. ТВ сразу хватает коробочку. Ребята, это жесть. Вот она упрекает у Эллы, говорит, зачем тебе золото, если типа ты уже такая старая. Но чем она от нее далеко ушла? Вот казалось бы, да, но уже человек должен жить какими-то другими ценностями. Чем-то другим наполняться, понимая, да, что не так много тебе осталось. Ну вот о чем-то другом, да, задумываться. Но не в случае с ТВ. Здесь самое главное золотишко и побольше. Ну и сразу мамка поднимает свою самооценку и рассказывает, что ее выбрали судьей. Поэтому именно она решит, кому же перепадет кольцо. При этом мамка, в принципе, не в очень-то большом восторге от колечка. Оно, в принципе, достаточно маленькое. Бюджетная, по мнению мамы, всего-то граммочка. Здесь я с ней согласна, но эту граммочку, даже эту граммочку, вернее, мама не готова от себя оторвать и никому отдать. Ну и дальше, ребята, пошло прям вот такое вот состояние у ТВ растерянности, глубокой растерянности и непонимания, что делать с этим кольцом. Либо Зине отдать, либо себе любимое ставить. Но все-таки на чашу весов она сама себя любимая наградила этим колечком. Ну и дальше, когда Севка начал задавать маме вопросы за разные кандидатуры, которые претендовали на это колечко, мама, например, Надю отмела сразу первое. При первой же встрече Наде подарили кольцо, и она его взяла, в отличие от Марины, не отказалась, приняла от чужих людей. И опять-таки, да, мама и не собиралась ей его дарить. Кольцо у Нади есть. Ну действительно, то, что мама приняла такой же самый, да, подарок от чужих и незнакомых людей, ее никак не смутило. Но за Надькой она упорно наблюдала. Вот действительно, получается, маме можно, а Надьке нельзя. Кстати, ребята, да, действительно, тот момент, когда Надя видела людей в первый раз, ну такие вот, знаете, глаза горят, руки загребущие, и не побрезговала этим колечком. Еще и кричала, идите сюда, я вас обниму и подсемаю. Ну вот представила, да, чтобы меня чужой человек вот так вот при первой встрече брал в объятия и лобзал. Ну как-то неприятно, что ли, даже противно где-то. Но Надька именно так себя видит, что очень важны кому-то ее обнимашки и ее поцелуйчики. Оэл, естественно, отпадает по понятным причинам, именно из-за ненависти и ревности к ней. Ну, Зина отказалась в пользу мамы, так же самое, в принципе, как Надя. Но Надя, да, наперед отказалась, зная, чтобы как-то, да, не унизить себя, что тебя отсекли и даже твою кандидатуру не рассматривали. Ну, кстати, и Севка эту фишку просек, что Надя просто не хотела выглядеть вообще стремно, когда твою кандидатуру даже не рассматривали. Поэтому сделала шаг вперед, да, и сказала, что она отказывается от колечков в пользу мамы. Но ТВ здесь не смолчала и рассказала, что у Нади отец татарин, а они очень хитрые по своей природе, наглые, ужасно и отмороженные. Поэтому делай вывод о Наде. Вот умыла, так умыла, ребята, замесила целую нацию. Вот я не знаю, я не сталкивалась с татарами, но я уверена, да, что не все такие, как описывает ТВ. Но это то же самое, как можно по одному человеку, по двум судить о целой нации. Но ТВ умыла ее, так умыла, ребята, очередная порция унижений, когда засрали твоего отца, а Надька и это стерла. Гадко, противно и мерзко. Одно дело, ладно, когда проходятся по тебе, но смолчать, когда трогают твоего покойного отца, это уже перегиб. Ну и началось, что Надька очень хитрая, манипулирует Севкой, ставит перед фактом, когда она приезжает и даже не дожидается ничьего приглашения. Это факт, ребята, это степень такой нахальности, наглости, я даже не представляю, как можно вот так тупо напрашиваться в гости, когда тебя не ждут, тебя не приглашают, тебя не зовут, да, ну как обычно, вот хотят видеть человека, да, его там, я не знаю, по сколько раз в подряд приглашают, ждут, готовятся к его приезду. Здесь на Надьку всем пофиг, а Надька готова ехать. Ну и в промежутках этих разговоров обнаруживается, ребята, новая напасть у ТБ после мочи, ребер сломанных, я не знаю, там вот этого коматоза на носу, который у нее там выскакивал, новая напасть у мамки перекосила рот. И причина перекоса, естественно, еще неизвестна. Ну и дальше мамка, конечно же, вернулась к теме подарков, насколько у всех отсутствует благодарность. Мама, слишком ли вы, сильно ли вы благодарны людям, которые дарят подарки вам? Вот что-то особой благодарности у вас я не увидела. И лично вы, сильно ли кому-то делаете подарки? Ну и тут, ребята, Севка как бы, да, маму успокаивает и объясняет, что Надя едет, но вроде как она договорилась с Клоей и едет именно на Игрень и будет находиться там. Но здесь мама как бы, да, вроде и за то, чтобы Надя не приезжала, но при этом понимает, что хоть какие-то данные вот эти подачки уедут на Игрень. Поэтому уже она как бы менжуется, что делать, отправлять Надю на Игрень или все-таки принимать у себя. Мама прям в целой растерянности. А вообще, ребята, да, тот дичайший какой-то случай, когда действительно тебя никто не хочет видеть, а ты готова хоть кому-то ехать, но лишь бы ехать. Интересно, как в очередной раз Надя бросит своего любимого котика. Кстати, даже Севка грозился в этот раз принять Надю у себя в гостях. Интересно, куда он ее положит спать и как они расположатся. Вы представьте, если Надя будет на одной кроватке с самолитой. Вот это счастье ей привалит. Ну и дальше, конечно же, тема гуманитарки, которая ранее пришла к маме. Мама так и кричит, что закройте все хавальники, гуманитарка всем положена, независимо от того, как ты живешь, хорошо или плохо. Конечно, возможно, она положена и всем, но далеко не все люди идут ее принимать. То есть, ребята, возникает вопрос, да, если я в этом не нуждаюсь, зачем я пойду брать эту помощь, которая, возможно, попадет в те руки, где она действительно необходима. Только для того, чтобы съесть лишнюю там какую-то рыбу консервированную, я не знаю, или тушенку, это то, что можно пойти и спокойненько себе купить. Точно так же, как пачку там чая, я не знаю, или банку этой фасоли. И когда вот именно ты в этом рассуждаешь, для меня это как-то странно, мягко говоря, и просто дико. Но дальше оказалось еще круче. Оказывается, это не этот парень собирает гуманитарку, а это его гуманитарка, как внутренне переселенной особы, и он эту гуманитарку просто перенаправил маме. И вот возникает вопрос, что с этим человеком не так? То есть, если ты не нуждался в этой гуманитарке, нахрена ты шел и ее получал? Оставь ее действительно тем людям, кому она нужна, у кого нет денег. Потому что, согласитесь, ребята, каждые люди переселяются по-разному. У кого-то деньги есть, и люди спокойно себе снимают жилье, спокойно у них есть деньги прожить какой-то отрезок времени. То есть, они, скажем так, независимы от этой помощи. И есть совершенно другие люди, у которых нет финансовой возможности покупать лишние продукты или оплачивать себе жилье. И я так понимаю, что гуманитарка должна предназначаться, быть выдана именно вот таким вот людям. А не так, что от нихер делать, один пошел, получил и ТВ отправил. И когда вот и этот парень, и ТВ рассуждают о том, что это нормально, нет, это не нормально. Нормально получать тогда, когда есть нужда. А брать от нихерен дело для того, чтобы подраконить аудиторию, это верх дебилизма. И отрывать это от того, кому действительно это необходимо. Ну и ТВ, конечно, кричит, что нам положено, а вы нас обсираете. Да вам всем все положено. Это вот, знаете, ребята, на халяву и уксус сладок. Это такая жадность, мелочность. Это просто выглядит со стороны омерзительно. И тот же севка, конечно, это самый нуждающийся типок, какой только может быть. Ну и, ребята, в конце ролика выяснилось, что эти два кольца совершенно одинаковые. Ну и маму это, конечно, как всегда, никаким образом не смутило и не остановило. Сказала, будет носить два сразу. Вот настоящая личина обличия ТВ. Ну вот такой вот получился обзор. Продолжение, конечно, следует. А пока со всеми прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok